Приветствую! С вами канал по настолям, а точнее настольный игровой подкаст. Для вас вещают Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания! Добро пожаловать в 78-е субботнее шоу. Сегодня мы с Катей, как и всегда уже на протяжении почти двух лет, вещаем вам о настольных играх. Как мне кажется, сегодняшний выпуск получится, как всегда, замечательным. Да, как всегда, у нас в конце Денис дает сам себе рецензию, не в плане, что он где-то в подкасте-то говорит. Он отмонтировал, потом послушает и такой, мне очень нравится, на этот раз вышел, хорошо. Потом еще неделя проходит, на этот раз вышел, хорошо. Для себя я отслеживаю, что если мне все до сих пор нравится, естественно, я самокритичен, понимаю, что можно что-то улучшать, но вот самое главное, если запал еще есть, и те подкасты, которые мы выполняем, они до сих пор нас радуют, и мы на очень большом энтузиазме это все создаем, значит, это круто, значит, так оно и должно быть. Да, надо сейчас вначале, как обычно, поговорить о том, что мы сыграли, и есть что обсуждать, потому что вообще мы играли много игр, это было правда. Там опять были некоторые наши любимчики, были новички какие-то, но мы считаем, что надо, по крайней мере, две игры рассказать. Одна, это вам уже известно, мы даже про нее уже делали подкаст, это игра Вест. Для начала стоит напомнить всем нашим слушателям и тем, кто присоединился, и для тех, кто уже с нами давным-давно, что в начале выпуска мы обычно обсуждаем ровно те настолки, которые мы раскладывали на своем столе, как на большом, так и на маленьком и киевском. Ну, в ближайшее время, по крайней мере. Ну да, за прошедшую неделю, две с прошедшего выпуска. А следующий элемент, когда достигает середины примерно выпуска, мы начинаем уже рассуждать и обсуждать ту самую тему. Давай начнем действительно с игры Вест. И в этот раз у нас большая предыстория, которая тянулась как сериал, начиная с пандемии, с начала ее, что мы должны были записать на четверых игроков на видео для нашего YouTube-канала игровой процесс партии Вест, где были бы дополнительные фракции в виде теневого паладина и в виде армированного рыцаря и новых скелетов на видео. Нет, есть замечание, неправильно ты говоришь, потому что ты уже не помнишь, что это был март. Я золото помню, что это был март. Мы хотели записать базу четыре игрока. Еще раз, четвером базу просто записать. И вообще-то мы не хотели, мы это сделали. Мы отмучили, наверное, часа три с чем-то записи этого видео. Все было клево. Наши любимые друзья, которые вот когда четвером мы играем, вот они чаще всего именно и приезжают, когда четвером. По-моему, кстати, только они и приезжают, когда мы четверо собираемся, чтобы записать какую-то игру. Они приехали. Они сами уже понимали, что вот-вот, скорее всего, нас всех тут перекроют, закроют. И это была наша действительно последняя встреча до того, как все стало открываться заново. И мы записали видео и узнали, что игра не записана. Через несколько дней, когда Денис сел монтировать это видео, он узнал, что оно не сохранилось. Но оно было записано. И поэтому мы решили выйти из ситуации. К нам приехал наш младший родственник, и он записал с нами базу на троих игроков. Младший родственник всегда так о Никите говорят в каком-то числе. Он уже потихоньку достаточно известным становится, так или иначе, в нашей круге. Поэтому, мне кажется, можно называть его по имени, и все более-менее будут о нем понимать. Не, но, например, если слушатели впервые нас слышат о Никите, какой Никит, кто это? Ну, понимаешь, это тоже не так. Не настолько еще известный, чтобы так говорить, понимаешь. Никита, да, который уже был объяснен, кто это, он приехал и помог нам записать базу на троих. Ну, то есть мы в любом случае, мы честно хотели в любом случае на четверых и на троих записать дополнение, потому что в дополнение там как раз вот, про который ты говоришь, теневой вор и рыцарь, женщина там, не помню, как она правильно называется, ты все время ее точнее называешь. Армированный рыцарь. Вот, армированный, боже мой, как можно забыть это слово, да? Но память такая интересная штука. Так вот, и мы записали с ним именно базу на троих, потому что тоже было бы странно, знаешь, типа, да забейте на базу, вот мы дополнение запишем, ну зачем? Но при этом, когда, ну, как сказать, когда мы с ним собирались, он с нами успел поиграть и в базу, и в дополнение. Мы еще плюс-минус как бы выучили все правила, можно сказать, досконально. И, ну, потому что мы до этого еще играли много, до записи с ребятами мы играли с тем же самым Никитой много раз, все перепробовали и так далее. Вот мы записали в марте с ним уже на троих, ну, потому что то видео удалилось, а порадовать зрителей нам, ну, как бы по-любому хотелось. И сами вы знаете, что пришел вот этот вирус, карантин, не карантин. Тут сами боишься, это не то, что видео записывать с кем-то, да, тут просто боишься с кем-то так увидеться, что мало ли там вирусы, не вирусы, кто где ходил. Пока мы виделись даже с друзьями, в принципе, с ними встречались, это уж я даже не помню, май или июнь какой-нибудь, да, уже был, то есть уже сколько месяцев прошло. И пока с одним встретились, пока с другим, мы даже коллективно очень долго не встречались, я даже не помню, когда мы четвером вообще собрались прям встретиться, но это прям, ой, я даже не помню, это какой-то конец лета, да, наверное, было, если честно, я уже не помню. И, естественно, мы им говорим, ребят, нам, наши зрители пишут, что надо бы сыграть на четверых в Вест и записать. Они говорят, ну мы же записали, мы говорим, ну оно же удалилось, давайте типа записать заново. И они такие, ой, слушайте, что-то как-то не хочется, что-то как-то много дел и так далее. Вот тут уже опять же этот карантин только сошел, еще делать их полно. И, как и обычно, да, Денис, все откладывалось, 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 пока не пришел октябрь. Дополнительный фактор, который мы по итогу сами себе создали, он, конечно, нам понравился, но он сыграл злую шутку, что мы при записи оригинальной версии игры сказали, что, ребята, вот набирайте сто пальцев вверх, и все, вот точно будет продолжение. И это нам действительно помогло продвинуть видео. У него неплохие просмотры базовой версии игры. Но при этом нам, наши подписчики, наши зрители каждый раз уже тыкали, что, ребят, ну вообще-то то количество пальцев вверх, которое вы просили, уже давно собрано. Когда будет партия на четверых? И этот капкан, конечно, позволил нам чувствовать себя немного неловко, но при этом вот сейчас совсем недавно все действительно срослось, и ребята пришли поздравить Катю с прошедшим днем рождения, и по итогу предложили, ну давайте запишем, и мы такие, окей, не проблема, давайте сядем, поиграем по настолям, и действительно выпустили это видео вот буквально вчера, если вы слушаете этот выпуск в субботу, когда он вышел, тогда видео вышло в пятницу вчера. Но если нет, то буквально вот оно из самых свежих. Да, плюс, единственное, хотел сказать про пальцы вверх. У нас есть видео, которое набирает, ну там, больше ста пальцев вверх, в любом случае, все равно я знаю, что просмотр-то легко набрать, скажем так, а чтобы человек поставил палец вверх, там даже, иногда даже бывает, я знаю сама по себе, я на самом деле ценитель, я не ставлю всему подряд пальцы вверх, но ставлю. И я даже сама знаю, что есть так некоторые видео, они меня так затягивают, что я так до конца прям смотрела, и забываю поставить палец вверх, потому что я аж до конца ну прям сидела, смотрела, и забываю. И иногда думаю тоже, знаешь, типа, перезайти ли на это видео, поставят ли палец вверх, или не перезайти. Иногда тут у меня такая легкая дилемма, то есть иногда, мне кажется, надо на середине видео понимать, нравится мне или не нравится. Если нравится, я поставлю палец вверх, и тогда, и мне, знаешь, это совестнее будет, в общем-то. Но хочу сказать, действительно, на эту игру же мы очень быстро, наверное, за март и апрель, ну как сто пальцев вверх набрали, очень быстро. Но меня именно возмущало, наверное, по крайней мере, когда писали до июня, а нам прям быстро начали писать, действительно, что, ну что, ребята, вот сто пальцев вверх набирайте. И я такая думаю, так, ребят, мы же все в России живем, ну вы что, не видите, что происходит? Ну мы же типа не можем. Там даже где-то были комментарии, у нас именно ответ, ну вы же типа видите, ну мы не можем сейчас собраться, это действительно. Наверное, я понимаю больше возмущение как раз, когда больше было бы летом, например, да, когда нас все-таки всех уже отпустили, они такие, ну что, ребят, собирайтесь, да, там и так далее. К сожалению, у нас получилось, как всегда, что полгода разница, да, между какой-нибудь там базой и дополнением у нас. Ну не специально, но бывает так как-то получается. Ну и плюс действительно у нас разные новые игры, они нам очень нравятся, и мы иногда так отвлекаемся. Я бы хотела как раз перейти к тому, как мы начали играть с дополнением в Вест. И давай ты расскажи вот этот момент, когда ты начал вспоминать правила. Да, действительно, потому что как и в предыдущем выпуске подкаста, который был посвящен именно этой настольной игре, то есть я не помню, какой он там, 50-й, по-моему. Вот перейдите, послушайте, там мы высказываем мнение конкретно по этой игре, насколько она нам понравилась и насколько она нам, спойлер, не понравилась. Ну перебивать давай. Базовая, да? Базовая версия, да. Да, и в этот раз мы, честно, когда ты долго не играешь в настройки, забываешь правила, пришлось заново все изучать, вспоминать. Вот так бы я бы сказал, потому что, ну, про чей-то еще такое, а, точно, ладно, вот здесь. И мы решили добавить новых персонажей, которые мы играли из дополнения, и они тоже более-менее быстро вспомнились. Но вот если говорить про заклинатель, мы им играли один буквально пару, ну, буквально один или два раза, и здесь возникли те проблемы, которые сталкиваешься, когда не понимаешь, как за него играть. Пришлось пересматривать видео зарубежных блогеров, понимать, какова стратегия вообще, даже не то, что стратегия, как правильно двигаться, чтобы это не нарушало динамику и общую механику игры. По итогу, мне этот персонаж более-менее понравился, но если вы перейдете на наш YouTube-канал и будете лицезреть действия в виде моих ходов, то вы поймете, что Денис абсолютно не понял, как играть за этого персонажа, чтобы выиграть именно. Ну, вот я хочу сказать, кстати говоря, этот персонаж такая серая фигурка, которая еще по-английски как бы варлок будет. Его, я, кстати, заметила, что читала комментарии сегодня не на YouTube, а там где-то, не помню, в общем, неважно, про эту игру читала, и его чаще просто варлоком так и пишут. Не знаю почему, может, так удобнее или так прикольнее. Вот, и проблема была в том, что за рыцаря мы действительно армированно очень быстро все вспомнили, как это делается. За теневого вора, наверное, не вора, а рыцаря теневого, который скелет мертвый вора. Боже, это я из какого-то уже другого, да, игры достала в голове своей. Да и струн. Да, точно, вот, видишь, это что-то подсознание выдает мне какие-то знакомые слова. Мы достаточно быстро вспомнили, хотя там какой-то, помню, момент, мы тоже начали спорить, как это правильно делается, то ли как с поворачиванием талика, да, куда он там наступает, может ли он вертеть, не вертеть и так далее. И вот, кстати, это с нами сыграло небольшую злую шутку, там вот и на видео, и, по-моему, я не помню, есть там ошибка или нет, но суть в том, что так как мы крутили, а в этих тайлах очень много стенок есть. И бывает так, как загромождение фигурок, потому что мы бежим же, да, друг на друга как бы драться, мы действительно просто тупо не видим стену. Это не к тому, что мы хотим сделать специальную ошибку, её много где не видно. Я даже помню, что я там чуть куда-то там бежала скелетами, да, и вы мне такие с Олей, Катя, тут стена, куда ты там бежишь, неправильно рассчитала. А я такая, блин, надо было её заранее посмотреть, иначе, ну, я неправильно свои ходы, да, там рассчитала, чтобы на Олю напасть. Вот, интересно, что это значит, на Олю, да, напасть. Вот, и вот этот твой варлок, я точно помню, что у нас именно был такой спор на троих-четверых, потому что вот это опять иногда моменты, что что-то не совсем понятно, в правилах написано, ещё череда, как оно идёт, потому что мы, даже я сидела, разбиралась с этими правилами, сделай то-то, то-то, ты не понимаешь, что, эта картинка примера будет фиг знает где, а что это значит в этой данной ситуации, это тоже где-то в конце. И нам пришлось, то есть мы перечитали всё до конца, посмотрели пример, и приходится опять возвращаться заново, чтобы просто, знаете, как это ниточками соединять. Так, это значит это, а это значит это. То есть ты несколько раз перечитываешь, не потому что просто, типа, ну, в чём проблема перечитать, а потому что ты реально не понимаешь, что имелось в виду в начале, что теперь мы к чему в конце пришли, типа, и что значит-то, что делать-то надо. То есть опять не совсем, как бы, правильное, что ли, распределение, написание правил. То есть немножко вот именно структура, да, то есть, возможно, их надо было по-другому переставить, как это объяснение. Несмотря на то, что дополнения нам больше понравились базовых персонажей, они какие-то такие интересненькие, по крайней мере, Тереневой паладин мне очень, очень и очень понравился с его механикой, всё-таки Вест для нас сейчас является главным претендентом на продажу, потому что мы поняли, что ни в нашей компании на четверых, ни в нашей компании на троих, когда и мы с Катей вдвоём, не будем её настолить по очень многим причинам. И самое главное, чтобы вы понимали, просто нам в основе своей не понравилось. А почему, ещё раз, мы это всё рассуждали прямо на целый выпуск, посвящённый именно этой настольной игре. Так что потом перейдите и послушайте. Ну а давай с тобой перейдём к другой игре, которая ты хочешь сказать. Всё, пожалуйста. Я умолкаю, когда ты сегодня очень... Давай ты будешь сегодня вести подкаст, а я буду только вставить фразочки. Нет, это не так. Надо всем разговаривать. Я бы просто хотела, единственное, сказать замечание. Самое главное, по крайней мере, несмотря на то, что говоришь про рассуждение Веста, я бы хотела предложить ещё где-нибудь нам написать, если люди захотят услышать, всё-таки, ещё вот у нас ближайший выпуск будет про какую-то игру. Если людям так захочется послушать про Вест и дополнение, может быть, сравнение, ещё большее описание, прям более рожёвано, то напишите, и всё-таки, возможно, Денис согласится, потому что я ему предложила, а он сказал, не хочу, а я говорю, нет, давай это. Ну, в общем, если люди заинтересованы, то давайте мы обязательно об этом запишем. Но я до конца хочу сказать, от Веста чувствуется очень сильная усталость, то есть ты когда сыграл, вроде бы даже что-то как-то придумал, вроде как-то тебя затянуло, не знаю, как это правильно сказать, но ты просто выходишь очень-очень дико усталый, у тебя даже как будто физически тело болит, что-то, короче говоря, не так. Мне так это неприятно, мне не нравятся игры, такие, которые ты столько долго сидишь, дело не во времени, именно сколько ты реально сидишь, а в ощущении, что ты сидишь больше, чем ты реально сидишь. Вот, например, мы когда играем, хоть мы сколько раз приходили по игре Рут и Браз, я замечала, что ты просто, ты впадаешь в эту игру, ты там что-то вихрем закручиваешься, в ней пропадаешь, да, и единственное, ты только потом, когда выходишь, ты не чувствуешь усталости, ты только чувствуешь, что ты кушать хочешь, потому что ты уже настолько много уже играешь, ты уже просто забылся, да, что ты ну, играешь так, ну, типа, долго. И вот это ощущение приятное, нет вот этого напряжения, есть такая, типа, вечно разная стратегия, там, по-разному что-то придумали, мы уже, наверное, тоже, да, на троих, например, как только уже не сыграли, там, даже четвертого игрока себе механическую котю добавляли, да, вот в последние разы, и нам очень нравятся, ну, там, какие-то стратегии и так далее, и так далее, и это очень приятно. Браз, да, как он цепляет, несмотря на то, что вообще тоже по-другому какие-то, Тайлы разложи, это убери туда, типа, там постройся, а тут перестройся, но тоже как-то прикольно. А вот Вест, ты просто такой, боже мой, мне надо садиться за эту игру. Сыграл, вышел такой, боже мой, я как будто, не знаю, спортом занимался, бегал, у меня все болит, мне неприятно, я устала, я хочу спать, да, типа того, вот. И от этого самый вот главный минус игры. Если мы от игры это испытываем, мы такие, значит, это, ну, до свидания, значит, это не наша игра. Верно. Ну вот сейчас, сейчас, вот сейчас я перейду к той настолке, в которой мне хочется настолить со всеми и вся. Правда, там есть ограничение в четыре игрока, что является более-менее стандартным. И это игра каре-каре от компании Devir. Как вы знаете, мы регулярно говорим о некоторых компаниях, которые нас воодушевляют, которые нас радуют, которые мы готовы вообще вот везде и вся говорить, потому что по некоторым параметрам, которые у нас есть, эталонным, эти все компании выдерживают. Но здесь важный элемент, который не связан с игрой, а связан с вашим восприятием, о чем мы будем говорить. Я напоминаю, что есть приложения, которые поддерживают главы. Например, на iOS это Overcast и Apple подкасты. И, по-моему, еще раз, я все время забываю название, но, по-моему, Pocketcast, это есть и на Android, и на iOS, там тоже поддерживаются главы. То здесь и сейчас у вас на экране мобильного телефона, либо, может быть, там, где вы это слушаете, всплывает изображение той игры, о которой мы говорим. Потому что, ну, на слух понимать, о чем идет речь, конечно, хорошо, но нам многие писали, ребят, а вот что же это за игра, мне послышалось так-то, а вы сказали вот так-то. Например, игра West, которой мы по произношению, как будто пишется по-английски запад, да, West, то здесь написано через V, West, как будто пишется. И вот это произносить не всегда понятно, но зато легко открыть телефон и посмотреть, что это за игра. Каре-каре. Замечательная игра про птичек от компании DeVir. Замечательное качество. Интересный игровой процесс, который показывает, что опять все очень просто, все ничего не придумано, люди не изобретают велосипед, а просто оформляют в приятных оттенках с хорошим качеством и, ну, чуть-чуть совсем добавляют каких-то приятных элементов, нововведения. Ну, вообще, основа одинаковая. Мы, когда записывали игровый процесс, такой спойлер для наших будущих зрителей, что эту игру мы обязательно покажем уже в скором времени, и вы поймете, почему она такая приятная, почему мы так к ней относимся. Потому что все очень просто. Нужно выкладывать плиточки островов, и эти острова имеют определенный ландшафт. И в зависимости от того, куда вы присоединяете, выполняете определенные действия. По-моему, там вариации 16 получается, потому что 4 на 4, 4 типа, и можно к разным 4 типам приложить, и будет что-то разное. По итогу, каждый из игроков набирает себе ресурсы, ну, а потом там строят канои, либо хижины. И в зависимости от того, кто сколько чего построил, будет получаться победные очки. Но приятный бонус, все-таки есть замечательное взаимодействие, когда эти канои чужие можно убирать и ставить свои. Вот то, что я люблю в семейных играх, мне вот базу нужно оставить, но чуть-чуть вот взаимодействия. Такого, чтобы никому не было обидно, но все-таки ты кому-то подпортил победные очки, убрал. Да, вот как раз Денис сказал, что он всегда говорит взаимодействие, это называется подгодить игру другому. Это он всегда это имеет в виду. Хе, хе. Но на самом деле, действительно, очень приятная игра, и я даже помню, что когда мы только сели играть первый раз, то очень быстро разобрался, как гадить другому, очень быстро. Я даже помню, что как-то я еще с этим не разобралась, потому что в таких играх я люблю, знаешь, это типа как набрать там больше вот этих очков, как хитрее что-то придумать. И поэтому я даже, знаешь, как это называется, не смотрела, как испортить человеку, я думала, как просто больше набрать там для себя, да. Но когда ты начал портить, я думаю, так, Катя, ты, видно, забыла, тут не надо расслабляться с Денисом, мы не расслабляемся в игре, мы атакуем, да, и так далее. Я помню, что нам, как Бенджамин, да, как раз, который работает в этой компании The Vir, когда мы с ним говорили, и это как новинка тогда вышла в Эссене, он говорил, что, ну, типа, что это очень прикольная игра, он нас не обманул, это очень прикольная игра, да, можно так же сказать. Мы уже не первый раз всем уже говорим, наверное, что обратите внимание на компанию The Vir. Если вы будете где-то в Испании, то зайдите, посмотрите эти настолки где-нибудь, что-нибудь, потому что в разговорах, сколько бы мы ни говорили, многие такие, я не знаю такую компанию, я не знаю, а на самом деле некоторые игры на рынок уже российские попали, тот же самый Париж, Гага, да, по-моему, выпускает. То ли в ближайшее время он будет, то ли уже выпустился, но, по-моему, в ближайшее время, да, будет Париж-город огней. Мы записывали также на YouTube-канале игровой процесс по данной настолке, только оригинального качества, ну и на английском языке, но там языка вообще нет, как, кстати, и в каре-каре. И вообще ни единого слова. — Ну, есть правило смысла не считать, да, ты имеешь что это, да. И уже столько от этой компании примеров отличнейших игр, я не говорю, что оно нравится абсолютно все. Но качество компонентов, иногда, даже когда уже Денис, наверное, распаковывает, если смотреть его распаковки, он, наверное, уже осталось только ему говорить, какое, ну, типа, просто отличное качество, а только лишь потому, что, ну, в принципе, ну, как сказать, ты понимаешь, что ты что не откроешь? Идеальное качество. То есть это, наверное, будет очень странно, если там ты что-то такое сделаешь, и там какая-нибудь, я не знаю… — Качество компонентов, потому что игры, игровой процесс не всегда интересен, как в игре Silk нам не совсем зашла тематика. Нет, тематика интересна, не зашла вот именно игровая механика, не очень как-то оно так. Но качество игры Silk, как и у других настолок от этой компании, да, вообще супер. — Ну, я про это и говорю, да, что именно качество компонентов, а игры, я бы сказала, ну, блин, 50 на 50, нет, наверное, 60 на 40, потому что все-таки большинство мне заходит. Но некоторые, я бы сказала, как ты со мной согласишься, знаешь, как бы, да не можешь сказать, что это именно отвратительная игра, нет, она, ну, не очень зашла, скажем так. — Ничего особенного. — Да, вот так вот, да, было. А вот некоторые, они такие, вау, цепляют, и тем более, согласись, когда мы показывали очень многим друзьям эти игры, они такие, вау, это что такое, типа, какая прикольная идея, какая прикольная задумка, да, там, для этих игр. — Единственное, я скажу последнее в каре-каре, это то, что там разные фракции птиц, и так звучит, что кажется, что это что-то значит. К сожалению, это просто, ну, скажем так, тебе дают определенный цвет и осознание, например, что ты играешь за попугаев, да, ну, к примеру. Почему-то просто, когда мы тогда говорили с Бенджамином, мне показалось, что он так акцентировал, что игра про птиц, про птиц, и я подумала, что птиц — это что-то должно значить, а на самом деле это ничего не значит, это, ну, просто решили в оформлении птиц сделать и просто цвет дать, да, какой-то фракции. Но, тем не менее, она именно качество игры, ну, как, никак не влияет, не портит, ничего такого нету. Но у меня, наверное, только вот единственное лёгкое такое разочарование было, потому что я надеялась, что это что-то значит, если ты берёшь киви, попугая, пингвинов моих любимых, что это что-то будет значить, а это ничего не значит, это только значит цвет. Всё, больше ничего. Ну да, вот это современное течение на уникальность коре-коре в себя не впитало, но, возможно, если игра будет успешной хотя бы в тех рамках, которые поставила компания The Word для себя, возможно, они выпустят дополнение, может быть, мы напомним, может быть, ещё как-то, и куда-нибудь это выльется. Но даже базовая версия игры неплоха, и в неё можно понастолить, и при этом она может быть как филером, то есть для того, чтобы заполнить время, или вы вот чтобы разогрелись, начали играть, так при этом, если вы не хотите особо париться, более-менее она такая будет хорошей закуской, но не к чему-то, а просто вы вот так поиграли, и всё. На этом вечер игровой закончился. Так что я лично не против коре-коре. Давай переходить к основной теме выпуска. Мы благодарны нашим слушателям-спонсорам, которые перешли на сайт Boosty.to, выбрали оптимальную для себя подписку и поддерживают нас раз в месяц. Итак, это замечательные люди. Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим и Анна под ником, свой человек же. Вы можете точно так же перейти на сайт Boosty.to, слэш, по настоле, или перейти внизу по, получается, ссылке к описанию данного подкасту, выбрать оптимальную для себя подписку. Например, вы будете получать раз в месяц возможность выиграть какие-нибудь призы, там, настольные игры, аксессуары или ещё что-то, что мы разыграем каждый месяц раз. Или же, например, вы будете получать закрытые выпуски подкаста, и они обычно проходят либо вместе с нами, то есть с Катей, либо же обычно с гостями. Мы постараемся точно так же вновь привезти кого-нибудь и записать закрытый выпуск, и это будет где-то там в закрытом телеграммном чатике, где можно это ещё будет обсудить. Поэтому переходите, подписывайтесь, поддерживайте наш настольный игровой подкаст. Знаю, что один из тех, кого как бы мы обещали здесь скоро привезти, гостей. Я так немножко слежу за ним, мы такие друзья ВКонтакте, да, называется. Просто вижу, что он сейчас активизмом сильно занят, и, возможно, пока не время, но это ещё не вечер. Хотя, опять же, ещё и тут всякие вирусы опять вернулись, да, как бы, я думаю, хотя они и не уходили, да, мы так тоже это обсуждали. Просто самосуд, что видно опять встреча, как говорится, в нашей столице может скоро быть отменена. Поэтому, ребята, будем как-нибудь что-нибудь придумывать. Не в зависимости от того, кто на каких орбитах летает, мы лично с Катей светим, как постоянные звёзды. Наш свет распространяется вам в уши. Очень странное сравнение. Ну, вы поняли. Итак, основная тема выпуска, я пока не знаю, как её назову. Надеюсь, она опять, это название будет такое кликбейтное, что вы именно нажали, послушали, или вы новый слушатель, и такой, о, мне это интересненько. Потому что, кстати, если по видео смотреть, люди на Ютубе действительно, вот, в зависимости от того, какая картинка, какая игра, какое название переходит, и очень явно это можно просмотреть, то подкасты, вот вы как слушатели, чаще всего, он не так резко изменения вызывает. То есть не всегда вот именно заголовок как-то цепляет, просто люди слушают о настольных играх, и это круто. Ну, это так и есть, потому что я помню, что я как-то на какой-то подкаст нажала, ну, видно, он крикбейтный как раз был, я такая, фу, и вышла, и больше сюда никогда не зайду. Да, такое бывает. Итак, мы уже на протяжении своей блогерской деятельности не раз сталкиваемся с тем, что люди почему-то в какой-то момент начинают оправдывать настольные игры, которые с нашей точки зрения, это важный элемент, с нашей точки зрения показались не самыми лучшими. Я не знаю, почему это происходит, мы сейчас с Катей это будем рассуждать, и Катя даст свою обратную связь, и я, и, возможно, мы к чему-то новому перейдем. Но так получается, что вот игра нам не понравилась, мы как-то высказали это на видео, и потом там бывает, что во Вконтакте или где-то еще в Инстаграме есть некие упоминания или просто слово по настолям вбивают. И слово по настолям это как и глагол можно использовать, даже лучше обязательно его использовать, когда вы имеете в виду, что вы хотите поиграть на столке, но и также это именно рицательное нашего канала и на скате. Поэтому бывает так, что люди упоминают и пишут, вот по настолям сказали, что эта игра такая-то, объяснили тем, что ее не доделали, и а как вы хотели? Вот нужно допридумывать, вот нужно доделать, вот нужно карточки разыграть. И у нас есть несколько примеров, которые нас уже в прямом смысле задалбливают и комментариями, мы, правда, смотрите, мы уважаем эти комментарии, но по крайней мере люди пишут одно и то же. Вот одно и то же, даже не посмотрев, что именно это же сообщение буквально человек написал вот там месяц назад. С какой ты игры хочешь начать? Ну, я хочу начать с игры Grim Forest, учитывая того, что, во-первых, она, кстати, переведена на русский язык, тоже что... Лес сказок, да. От Hobby World, да, по-моему, они перевели эту игру, а изначально сделал какой-то, я помню, такой мужчина-бородатый, может, ты даже знаешь, как его зовут, с которым, ну, какой-то, я помню, у нас такое с тобой двойное мнение, у нас, по-моему, даже в Инстаграме был, не был, но я видела, что он хорошо так взлетел с этой игрой. По-моему, Дэвид Хадсон, а компания, издательство Druid City Games. Я помню, хорошо так взлетел, и то ли это дополнение он даже стал дальше делать, то ли это новую вот эту версию этих сказок. Я лично считаю, что почему он хорошо взлетел на этой игре, как раз на то, что мы с тобой тоже повелись, это действительно очень красивые иллюстрации и очень красивые фигурки. И, наверное, где-то наше подсознание, еще согласись, на вот эти вот, типа, прекрасные сказки, как-то оно среагировало, да, там, потому что базово же идет, что мы играем за поросят, хотя там четыре поросенка, я до сих пор помню, когда к нам именно друг наш, Никита, когда он участвует, когда четверо мы записываем, он даже на видео там называл ее там какой, ириской, да, свиньей ириской, говорит, и все такие, почему четыре свиньи, не было четыре свиньи. Я такая даже помню, что мы сами такие с Денисом говорим, ну подождите, но им же надо на четверых сделать, иначе они взяли четвертую свиньоньки. Не должно быть четыре свиньи, должно быть три свиньи. Сначала, то есть, тебя очень-очень это как-то втягивает, да, такая красивая настолка, такие всякие компоненты, и ты берешь карту, и там какая-нибудь там, я не знаю, белоснежка азиатская, да, по-моему, потому что толерантные игры, ну ты такой, ну окей, окей, мы живем в новом мире, да, все, как бы действительно, наверное, такое может быть, почему нет. Кто-нибудь, я даже не помню, там такие персонажи, они, как бы, как сказать, они, мы понимаем, кто это, да, но они вообще другие, скажем так, там уже... На самом деле пофигу, кто кого и как изобразили, главное, что это выглядит все в одной тематике, в одной стилистике, и в принципе, если оценивать по какому-то критерию, насколько это хорошо нарисовано, то это выглядело симпатично. Ну согласись, да, мы когда все равно, ты как помнил, ты эту игру заметил, ты ждал ее с Америки, очень долго тебе ее привезли, это нам даже Денису это подарили, это купили как подарок, там на день рождения, кстати, причем, по-моему, если не ошибаюсь, прям привезли, конечно, задали нам вопрос, а у вас что, в России такого нет? Мы такие, типа, ну да, нет пока что, подождите. И я помню, ты вскрыл ее, ты такой, боже, какие красивые фигурки, 3D, да, ну то есть, нет, действительно, первое впечатление от игры, оно... Обертка, да, это действительно замечательное. Оно просто превосходное, да. И потом, да, подожди, по-моему, мы даже помним, мы первые вдвоем сели и такие, что-то, короче, я не догнал, ну, по-моему, такие, не догоняю. Потом мы сели троем, по-моему, как раз именно с Никитой, нашим другом, который, да, он, по-моему, тоже сказал, что-то я не тоже ничего не понял. И потом пришла Оля, тоже там еще там через какое-то время мы сыграли четвером, и мы все равно такие, ну, что-то я не понимаю, что-то как-то не то, как-то мы застреваем в этой игре, как-то мы не двигаемся, то есть, что-то не хватает. Там, например, самая главная суть, есть а-ля поля, вот как раз, как и в сказке, помните, свинки, они должны построить свои домики, это сено, кирпич, да, и что-то там, и дерево, да, там вот эти домики были. В этом-то есть принцип, что свиньи должны куда-то ходить, забирать эти компоненты и построить несколько этих домиков, да, там, по определенным условиям. Вот, и сама суть, что, ну, естественно, им же должны мешать, должны разыгрываться какие-то карты и какие-то чудовища, тоже там сказок, там, типа, про волков, да, какие-нибудь, там, тролли, да, должны появляться и так далее. И я помню, что мы так гордо выставляем вот эти вот фигурки троллей, там, волков, мы такие, да, сейчас мы тут, типа, что-нибудь придумаем, да, там, разыграем эту карту, и будет как-то прикольно. И не разыгрываем, и не разыгрываем эту карту. Сколько мы там, помню, не играли, я даже не помню, на видео там хоть один, по-моему, даже на видео у нас не попал, да, ни один, ни тролль, ни волк, ничего, но я помню, что мы тогда не поняли, то есть зачем вообще, ну, то есть вот мы как раз и говорим, что игра очень красивая, но она недоделана. Очень многие функции, они могут быть вообще не использованы в этой игре, да, хотя мы сидим четвером, раскидали тут все эти компоненты, да, там, все этих фигурок расставили, и ты просто вот эту свинью таскаешь туда-сюда, просто как бы как, просто возьми свинью, поставь на талик, забери свинью, и все, и ты тоже не чувствуешь ничего, то есть это не бродилка, да, как бы, когда ты всегда вот эту фигурку используешь куда-то красивую, но и ты просто ее ставишь на тал, забираешь фигурки, вернул свинью, ставишь, забрал ее, и то есть получается, ты реально просто вложился в компоненты, в плане того, что как, красивые компоненты, но смысла в нем никакого нету, то есть потому что эта свинья у тебя просто стоит как фигурка, и ты такой, и чего? Ну, типа, ты такой, я не понимаю, я не чувствую взаимодействия, я не чувствую себя в этой игре, не получается как-то. Да, действительно, взаимодействия мы абсолютно не получили, при этом, когда я еще не получил эту игру, у российских блогеров, не у всех, ну, у некоторых, я увидел и распаковку, и там впечатление, обычно я впечатление не слушаю, потому что мне нравится стоять собственной, и потом вам рассказать, и вы для себя хотите, принимаете эти впечатления, хотите нет, но я вот принял впечатление от другого человека по этой настольной игре, и как он описывал, что он играет в основе своей с детьми, и бывает временами с женой, и как мне было рассказано, что эта игра очень ужасная, она абсолютно несемейная, столько взаимодействий, дети были разочарованы, это так было ужасно, в том плане, что дети страдали, вот они почти построили домики, и тут там приходит тролль, или там волк нападает, или еще как-то, и они обижаются, такой, вау, это то, что мне понравится, я это люблю, если это человеку не нравится, мне это зайдет на ура, потому что, ну, у нас детей нет, а наши ячейки, мы очень любим понастолить такие игры, где есть полно взаимодействий, ты такой, я сейчас почти выиграю, и тебя под конец вот ломают тебе все дома, и ты такой, ааа, блин, заново сейчас строить, для нас это лично было, ну, вообще очень желательно бы. Настольный мазохизм такой, да? Не, это мучение, наоборот, ты друг мазохизм, это ты себя мучаешь, а здесь, типа, ты друг. Но, ты смотри, ты говоришь, я почти построился, и мне сносит тролль, а ты такой, ааа, блин, как это случилось, но это же мазохизм получается. Ну, хорошо, да, действительно, отчасти можно. Но мы, слава богу, не обижаемся в нашей ячейке, хотя мы часто читаем, что говорят, вот вам повезло, а мы обижаемся, типа, когда это происходит, но это же круто, ты такой, ты настолько уверен, знаешь, вот этот мем опять, да? Ты думал, я тебя не переиграю, ничтожу, да. И ты выкладываешь вот эту карту, и по итогу, ну, сколько мы не настолили с разным составом, с разными людьми, у нас там из всей колоды выпадало один-два раза вот эти элементы, и мы так этого ждали, и когда это свершалось, ты такой, ну, убираешь домик, и нет вот этого чувства, который я... Я даже сам себе сейчас в голове нарисовал эту игру, как она была бы идеальной, и по итогу она такой не является. Здесь нужно открыто и честно признать, что, Денис, вот тебе визуально понравилось в твоей голове, ты бы вот так сделал, так вот настолько складывается таким образом, но реальность такова, что это красивая обертка, с хорошим органайзером, очень все симпатично выглядит, но по факту вы просто берете свиней, отправляете на какие-то локации, забираете какие-то ресурсы, и кто быстрее построит эти домики, ну, и хорошо, если там что-то выпадет, а бывали случаи, когда ничего не выпадает. И я такой, мне это не нравится, мне не понравилась эта настольная игра, мы все это высказали, мы все это показали, и нам потом полетели комментарии людей, и здесь не проблема, что люди пишут. Заключается основной элемент, который я не до конца понимаю, когда люди начинают это оправдывать. Игра достаточно дорогая, она, по-моему, в России стоила на момент выхода больше трех тысяч рублей, ну, все-таки весома. После этого, конечно, ну, видимо, людям не хочется в чем-то признавать, что игра несовершенна, а она, вот по моему мнению, еще раз скажу, несовершенна абсолютно. И люди начинают, мало того, чтобы, ну, сказать, что да, там не хватает взаимодействия, начинают придумывать костыли. Это есть хорошо. Но если мы рассуждаем со стороны, что автор придумал, автор взял за это деньги, он не просто вам принес бесплатный, сказал, слушай, ну, вот у меня есть настольная игра, что хочешь, но с ней то и дело. Хочешь, да придумывай правила, хочешь, может быть, там, убери какие-то элементы. И ты такой, о, хорошо. И в итоге ты сам сделал свою собственную игру из тех элементов базовых, которые тебе принес автор. Нет, тебе продали готовую коробку с замечательным просто там иллюстрированием, замечательными качественными миниатюрами, но забыли самое основное положить, забыли положить игру. И люди начинают такое, ну, ладно, я допридумываю. Мы такой стратегии не придерживаемся. Мы считаем, что если автор сделал так, то он сделал так. Хотите, делайте, но оправдывать этим, что, ну, вы могли бы там придумать чего-то, мы не будем. Ну, там же еще даже главное не только, что мы говорим еще про механику, что это плохо, типа, сделано. Так люди же говорят, восстановятся допридумывать в своей голове вот эту историю фантазии. Я, во-первых, думаю... Не-не-не-не, здесь не про фантазию. Вот это, это второе. Типа, игры здесь не было элементов возмущения про фантазию. Здесь было, что раз вам не выпадают монстры, ну, тогда разделите колоду пополам. И ты такой, ну, во-первых, в правилах это не написано, автор это не закладывал, это, это можно сделать, это не проблема. Ну, тогда нафиг мне такую игру покупать. Я пойду, куплю другую игру, где уже колода разделена, и где мне не надо ничего допридумывать. Мне не нужно добавлять каких-то математических измышлений. Потому что, если мы разделим колоду пополам, ну, вероятнее всего, конечно, будут выпадать эти монстры. Но тогда половина колоды, где там есть другие карты, другие есть существа и помощники, их не будет в игре. И ты такой, а какого фига? Я хочу с ними играть. Я хочу и с ними играть, и с троллями хочу играть. Смотри, я знаю, что вспомнила, я поняла, о чем ты говоришь, да-да-да-да. Опять же, да, есть, кстати говоря, если автор изначально продумал, чаще всего ты помнишь, да, есть в правилах, там, отложите столько токар, да, чтобы, типа, а-ля их не было, ну, грубо говоря. Да, то есть автор это не упомянул. Я вспомнила, точно был такой комментарий. Вот, вот это вот меня, помню, било. Так зачем вы строите домики? Не надо их строить, прокручивайте колоды, тогда будет интересно. Это такой, так смысл-то построить домики, типа, в этом-то и смысл игры. Быстрее всех, типа, построить домики. Но нет, вы не стройте, вы просто прокручиваете колоду, чтобы это все выпало. Зачем? Зачем мне это надо? Это как в игре Dale of Merchants. Вот ты любишь действительно собирать свою колоду, но самый главный цимус игры победить — это набрать восемь вот этих стеков. И ты в какой-то момент, я замечал, что ты такой, блин, я создала такую колоссальную колоду. На руках. Да, а кто-то выигрывает. И здесь нужно комбинировать и собрать, и получить удовольствие действительно от того, что ты собираешь, и придерживаться той цели, в которой нужно победить. Игровой процесс и некий результат. А если мы акцентируем только на чем-то одном, ну тогда это не игра, это тогда действительно вы играете в что-то свое. Тогда нельзя полноценно, абстрактно оценить работу автора. Да, я вот с этим с тобой согласна. Это именно, мы даже говорим, да, именно про какие-то там механику. Я просто говорю, что фантазирую, я к чему это говорю, что я помню, все равно там было что-то про вот эти а-ля сказки, ну типа там погрузись, погрузись. Так в том-то и дело, как раз опять же взялись за это, потому что мне тоже эта фишка понравилась. Думаю, о, кто-то попытался еще монетизировать вот эти сказки, немножко по-своему перерисовал, придумал. То есть мне это понравилось. То есть тот, кто именно еще отдал этому, ну как художнику, который, ну, осовременил, да, это, скажем так, тоже было неплохо достаточно, интересно. А еще вот хотелось замечание как раз сказать про ту же колоду карт. Согласись, вот что еще минус был? Ты когда берешь карты, там я просто помню, что там есть какое-то условие, там какие-то то ли твои усиления, то ли еще что-то, которое ты потом разыгрываешь. И если у тебя есть одна карта, и у тебя получается еще каким-то образом выпала вторая карта, тебе, значит, надо выбрать какую-то из них. И я точно помню такое вот это ощущение. Знаете, вот есть такие игры, когда ты такой, блин, и эта карта крутая, и эта крутая, что бы оставить. А в этой игре я точно помню такой, ну, без разницы, типа, можно это, можно это, вообще ничего не поменяется. Ну, типа, ну, и эта неплохая, ну, ну, эта. То есть у тебя нет такого, что ты такой, блин, у меня стратегия такая, да, типа, мне вот это нужно, блин, я такая классно выпала, то есть вот этого ощущения, что там ты что-то прикольное придумаешь, нет, то есть ты постоянно, говорю, гоняешь от этих свиней, ну, чуть-чуть улучшения там есть какое-то, да, вот с этими, как я сказала, картами, да, вот этот у тебя Румпельштильский, он постоянно попадал, он что-то там сено, да, вот этого больше давал, как и в сказке, да, он там свои из золота, ну, сено, из сена золота плел, короче говоря, ну, чуть-чуть что-то там добавил, ну, ты такой, ну, нет такого прям сильного превосходства, типа, чтобы ты такой, ой, я хочу у Дениса эту карту, ну, чуть-чуть добавили, типа, я и так могу пойти вон на это поле собрать, вообще нет никакой разницы, типа, нет вот этого ощущения борьбы, скажем так, нормально, нормально, не в том плане, что только, ну, там, драться, да, надо, но, как вы поняли с комментарием Дениса, что он сказал, в семейной ячейке сказали, что это отвратительно, наоборот, там такая жесткая борьба, что дети расстраиваются, и ты такой, отлично, я сажусь, и ты такой, какая борьба вообще, чё, мы тут просто свиней гоняем туда-сюда, и всё, почти ничего не получается. Да, я ещё раз акцентирую внимание на том, что мы ни в коем разе не против чужого мнения, пожалуйста, это круто, наш мир многообразен, и впечатления от игры у каждого разного, я просто акцентирую внимание на том, что люди выражают свои впечатления, не сколько о самой игре базовой, которую изначально продали им, сколько о их образе, который они себе навязали, и который они подкручивают игру к этому образу. То есть, вот, и я бы мог вам сейчас об этой игре рассказывать относительно своего образа, что действительно, вау, классно, там построил дома, разрушил, и я бы вам такой, ну, для этого вам стоит, как бы, докупить колоду из другой игры, или же вы можете убрать дополнительные карты из этой игры, может быть, на один домик меньше строить, и вы так, и вы, ну, я считаю, это неправильно. Ну, ладно, давай переходить к следующей игре, и если с лесом сказок мы быстро распрощались, и она не такой хайп собрала, как могла бы, потому что в начале своего повествования в России она, конечно, вау, взлетела, но сейчас о ней особо никто не помнит, и на барахолках, кстати, на барахолках ее сливают очень быстренько и успешно. Я, конечно, могу смотреть на эмоции игроков, но когда я вижу, что какие-то игры прямо начинают сливать, для меня это показатель, что это не то, что будет лежать у вас на полках, а что вот один-два раза поиспользуете, такой, ну, продам дальше, солью. Так к этой игре не можно относиться. Но следующая игра, это Cool2Adventure, или по-русски тоже она уже появилась у игроков, это зов приключения, и с ней у нас тоже дополнительные элементы, которые мы до конца не понимаем, как на это реагировать. Зов приключений. Gaga, компания, которая переводила эту игру, устраивала целый краудфандинг на эту настольную игру. И, естественно, показывала, что, ну, как и любой компании, вам нужно ее продать, показать лучшим местом, чтобы все покупатели такие, вау, точно беру. Мы всегда для всех компаний, но не то, что говорим нам, никто на обзор именно эту игру не присылал именно из российских, у нас она была до. Мы сотрудничали напрямую с Brother Wars Games, которая создала эту игру, по-моему, американцы. И мы ее записали, показали, как всегда, мы честны, потому что продать игру, мы не продаваны, мы не сможем вам продать, вот даже сейчас в подкасте, там, купите, купите. Если товар плохой, он, ну, вы сами понимаете, что никакой блогер, никакой это, это нужно очень сильно, хорошо уметь обманывать, мы так не сможем. И мы поэтому всегда говорим, что, ну, вы делайте качественные игры, и она продаст, мы просто в нее сыграем и покажем. Итак, мы сыграли в Call to Adventure, по-английски или по-русски Зов Приключений, и мы показали, что там, по сути, нужно было бросать вот эти руны, которые лежали, классные жвачки руны, разыгрывать карты и создавать свою историю. И если бы изначально нам авторы подразумевали, что это ролевая некая игра, в которую вы должны вжиться в роль, вы должны вот это, вы сами себе допридумываете и получаете от этого удовольствие. Как Pathfinder все-таки имеется в виду. Как любые ролевые игры. Мы почему в них не играем? Потому что, ну, мы не очень любим этот тип игр. Но мы прекрасно принимаем, что люди в это настолят. Окей, не проблема. Но когда нам говорят, это настолка, здесь есть игровая механика, по сути, игровая механика оказалась точно такой же, вот, ну, ни о чем. Ты просто разыграешь карты и кидаешь кубики. И, естественно, Гага, видимо, посмотрев наше видео, не стала к себе публиковать в виде обзора, потому что, ну, представляете, вам нужно продать, и вы выкладываете видео, где, ну, игра так себе. Конечно, люди такие, ну, вероятнее всего, да. Но начали появляться люди, которые еще не сыграли. Или посмотрели обзор других блогеров, которые... Нет, мне надо легкое замечание. Я точно помню, еще мы были первые, кто выпустил, и некоторые к нам перешли. И я помню, я видела комментарии, что написали, ну, вообще-то такая себе игра, типа, действительно такая себе. И еще обзоров не было, и кто-то там начал уже впрягаться за эту игру, то есть они еще... В России, кроме нашего, не было точно никакого выпуска, и кто-то начал, типа, говорить, да они потому что неправильно играли, там я точно помню, человек пишет... Это, смотри, и здесь я тебе перебью... Этот важный нюанс, то есть когда еще вот этот промежуток от публикации нашего видео до краудфандинга, все писали некое согласие с нами. Сколько людей смотрело, и пальцев вниз не было на видео, ну, буквально там один-два, знаете, по такие стандартные... по-моему, кстати, по-моему вообще не было. То есть в основном свои пальцы вверх, и такое некое рассуждение, что да, такое себе, ну, если появится на русском языке, может, возьму, но такой средняк больше в негативную сторону. Но как только появился краудфандинг, и люди, естественно, вбили в Ютубе эту игру, и попали на... перешли на наши видео, выразился тот факт, что они столкнулись с той реальностью, что мы не оправдываем их покупку. Вот они увидели иллюстрации, они увидели компоненты, которые им понравились. И им нужно, ну, знаете, вот не просто открыто себе сказать, да, блин, пофигу на все, я просто возьму и куплю себе эту настолку. Нет. Они столкнулись с тем, что им нужно оправдание. Ну, вот кто-то же там, известный, или кто-то, у чьего мнение более-менее важно там в настольном сообществе, сказал, что эта игра классная, тогда это точно настолка вообще зашибись, я и беру, и все, вся ответственность на этом там блогере или там писателе, неважно ком, я эту настолку беру, ну, а если она кажется фигней, тогда это будет мнение вот этого автора, это он во всем виноват. Но мы открыто сказали со своей стороны, выложи, и мы, как всегда, в летсплее показываем, если вам нравится, берите, не проблема, нам не понравилось. И люди нам начали до сих пор писать, и вот спустя время, когда люди получают эту настолку локализованную версию, нам только все и пишут, да вы неправильно играли, вам нужно допридумывать, был вот этот элемент, да воображать, вам нужно было ее разыгрывать, вам нужно было там разговаривать, как эти герои, изменить голоса. Ты такой, не, я не хочу так играть, я хочу играть в настольную игру, которую мне дали, вот в которой написано правило, и я хочу получить удовольствие от правил, а не от того, что я сам себе допридумывал эту настолку. Ну, то есть в этой игре, да, есть какая-то механика, и как во многих карточных играх, вот каких-нибудь такого рода, каким-нибудь, не знаю, там, ну, типа там же эти, как более светлые колдуны, темные колдуны, да, ну, в смысле, в это туда-сюда, да, мы типа хорошую магию или злую магию используем. И, естественно, на этих карточках есть, ну, там, не знаю, там, я там проклинаю тебя, у-у-у, там, потому что я использую чёмную магию, но это, в смысле, это никак не влияет на механику, это, знаете, просто вот это предисловие, снизу там подписано какая-нибудь, как это, мини-текст, мини-мини и так далее. Я даже помню, когда мы распаковали, опять же, красивые иллюстрации, компоненты вот эти прикольные, вот это, что не просто кубики, а, как это их правильно назвать, ну, они как бы руны там нарисованы, но как полосинки-жвачки, я не знаю, как это правильно сказать, их кидать. В общем-то, это-то прикольный элемент, просто прикольный, но обычная механика ни в чё себе, как будто вот не вкладывающая, знаете, это вот просто добавили большую коробку, просто придумали красивое опять оформление и ничего больше. Ну, то есть, слуха по механике такое себе, ну, слишком, как сказать, например, вот эта игра, есть как-то сказочный, блин, скажи мне, мы с тобой записывали эту игру, тоже у Хобби Ворлд они перевели, такая маленькая коробочка, и там тоже вот в такой тематике колдуны, страшные сказки, вот, видишь, вот я забыла, вот это вот мне игра прикольнее, но я и понимаю, что она стоит недорого, коробочка небольшая, тоже там вот в ту же самую сторону, да, что там что-то там делаешь, что-то хорошее или плохое, и что-то прикольное. Ну, просто если ты не будешь додумывать себе какую-то сказку, от этого игровая механика сухая, она более-менее нормальная, то есть ты понимаешь, что там победные очки ты получишь, ты более-менее можешь кому-то порт портить или улучшить взаимоотношения именно с помощью разыгровки карт. И здесь твоя воображение, ну, это будет просто дополнительный бонус, но не как основа. Мы поэтому и не записываем ролевые игры, потому что мы понимаем, что мы не будем оценивать игру, как задумал ее автор, вот с этими механиками, просчетами и так далее. Мы будем оценивать ровно то, что мы придумали. А зачем нам это надо, если мы так знаем, что мы можем там такое себе довоображать, такую создать историю классную, что невероятно. Меня просто во всей этой ситуации напрягает то, что люди с помощью такого элемента могут оправдать любую игру. Я не знаю, как, может быть, в мире и нету никаких стандартов качества игры, потому что мир разный, мы все это прекрасно понимаем, но есть некие элементы, когда там авторы продают очень игру фиговую, вот по механике, она не интересна, она не увлекает никого, ее продают дорого, и люди такие, ну, наверное, в этом что-то есть, я себе сам там допридумаю, нежели чем признать и сказать, не, я потратил эти деньги заря, я ее продам и куплю какую-нибудь другую настольную игру, которая мне действительно больше понравится, без придумок, без всего, где автор вложил силы, протестировал его на большом количестве игроков, и она действительно собрала уважение там всего мира. да, я как раз с тобой с этим, ну, полностью согласна, что, причем мы же говорим, что прикол-то в том, что если прям нравится, в том-то и дело, покупать игру, как бы нет никакой проблемы, но чтобы, что мы неправильно играли, я всегда, когда вижу слово неправильно, я думаю, что мы совершили ошибки в правилах, и то есть действительно мы неправильно, ну, вы поняли, неправильно выполнены действия, такое же иногда бывает, бывает, но когда неправильно, потому что вы не придумали себе в голове вот эту мифическую какую-то историю ведьм, там, хороших и плохих. Я думаю, вы что, серьезно, что ли? Ну, действительно, мы действительно не в ролевой игре. То есть, если меня садить за тот же самый Pathfinder, да, который я 50 раз могу приводить, или похожего типа игры, ну уж извините, Катя, если ты там будешь действительно ничего придумывать, сидеть вот это как бука какая-то, это действительно не садись за это играть. Да, мой кубик выпал на это значение, а не на то. Ну, конечно, в этом-то элемент, что ты вживаешься, ты отыграешься, ты разговариваешь. Это другой элемент игры. Но когда нам преподносят, что это настольная игра, и у нее есть механика, уж позвольте нам оценивать ее по механике. Вот, кстати, я еще добавлю насчет, ты говоришь, блогеров. Я точно помню, как действительно в основе свое было, что, да, игра сухая и так далее, но как только появились те, кто, как ты говоришь, мы не продаваны, а есть те, кто продаваны, они знают, что они получают за это деньги. Но они выполняют такую роль. Мы, смотри, правда, давай мы с тобой примем, мы честно к этому относимся, то есть, да, действительно, есть такой тип людей, которые, ну, вот продает, это рекламщик, это вот хорошо преподнести все, что бы ни было. Но мы так не можем. То есть, если вам нравится наше видео, наш подход, у него есть свои плюсы, у него есть свои минусы. Но, пожалуйста, просто не надо нам потом в ответ писать, что почему вы не такие, как другие люди, не другие блогеры, почему вы обозрили эту игру так, а не как они, потому что вот лучше так, потому что мы обозреваем, как Денис и Катя. И все. Ну, вот я просто к тому и веду, что я помню, как записал другой блогер эту игру, вот именно, что вау, я погрузился, вот как люди и хотели. По сути, вот с этим, что я там придумал себе это, и я помню чисто комментарий, вот я его запомнила. Причем, кстати, по-моему, это в основном женские были комментарии, что там претензии, что там, что там, но не суть. Человек пишет, что вот, вот так и надо в нее играть, вот так и надо было, а не то, что там типа вот эти сделали. Я такая, вау, серьезно? То есть вот, вот оно, то есть тебе реально засняли. То есть, ну, как ты и хотел видеть, то есть вот про то, что мы говорим. Ну, создай театр, покажи шоу, и действительно будет нравиться. Вы бы просто знали, сколько у нас, ну, не сорвалось, а сколько настольных игр мы не записали, которые уже, вот уже, уже в русской версии, они локализованы, и когда мы, мы всегда ставим вот эти вот условия, мы всегда обозначаем, как мы это преподносим людям, и сколько после этого отваливалось и издательство, и в принципе проектов, потому что, потому что нужно продавать, а вы все сами знаете, что здесь ты сам на какую дорожку пойдешь, что ты получишь, мы вот для себя выбираем эту. Друзья, напишите, пожалуйста, нам комментарии, ответы, оправдываете ли вы игры. Если вы это делаете, окей, но напишите почему, почему для вас это важно, почему вам нравится вот это состояние, когда вы не получаете основу, которая изначально была сделана, а вы сами себе допридумываете и создаете вот этот некий пузырь, но может быть с вашей стороны, это не пузырь, тогда напишите, нам было бы приятно. Но и не забывайте писать отзывы в Apple подкастах, Spotify ставить сердечки, несмотря на то, что подкаста еще там российского нету, хотя в Америке он везде присутствует, нас слушают разные люди, спасибо всем, но и не забывайте подписываться на разные социальные сети, там, Telegram, YouTube и Instagram. Только мы там не настольный игровой подкаст, а по настолям. Я бы хотела еще раз напомнить, что если вы хотите в скором времени услышать все-таки об игре Вест с дополнением, все-таки наше итоговое мнение, напишите, чтобы Денис увидел, что это интересно, вот он уже морщится и говорит, типа, видно, не надо писать, не хочу писать, а я предлагаю все-таки итоговое мнение рассказать и про дополнение еще более активно, опять же, слово рассказать, да, еще раз повторю это слово, это напишите. А также, опять же, о чем мы говорим, что за Вест, вы можете перейти на наш YouTube-канал и посмотреть это вот-вот, оно прям свежее-свежее видео, потратить время, посмотреть, может, вы напишите клевое кинцо, давайте еще, ну, мало ли. У меня, я сегодня Денису объясняла, просто я первый раз видела, что так как этот Вест очень быстро начал набирать просмотры, видно, оно какое-то из самых последних видео, самое популярное, там в каком-то моменте кое-где салюты начинает пускать, я Денису говорю, Денис, там салюты, он говорит, какие салюты, я говорю, я не сумасшедшая, там были салюты на YouTube, на YouTube, вот это вот видно, YouTube нравится, что все смотрят этот Вест, так что вы тоже можете посмотреть этот Вест, мало ли, вам понравится. Спасибо, что вы прослушали нас здесь и до скорой субботы. Да, всем пока. Денис и Катя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok